Дорогие друзья, это Зона Лазерсона. Сегодня выпуск посвящен блинам, потому что масленица. Я сегодня приготовлю гречневые блины по особенному рецепту. Это такой мой подход. Я уверен, что он вам понравится. И скажу вам, друзья, что сегодняшний выпуск можно считать специальным выпуском. Знаете почему? Потому что я ведь не только готовлю, я еще и пишу книги. Я написал в целом более 150 книг про еду. С учетом нескольких, которые я перевел с английского языка. И в частности, меня всегда интересовали мотивы еды в литературных произведениях. Потому что я не только пишу, я еще и читаю много. И я всю жизнь собираю цитаты про еду. И в моей коллекции, отдельной папкой, есть коллекция цитат про блины. Я даже когда-то написал большую статью, до книги пока дело не дошло. Я написал большую статью, которая называлась «Образ блина в литературе». Где я немножко иронизирую над школьным типажом сочинений. Написал такую пародию на школьное сочинение. Но про блины. Там были реальные цитаты. И вот что мы придумали здесь на канале «Зона Лазерсона». Я отослал цитаты из моей коллекции своим товарищам. И попросил их прочитать эти куски и записать маленькие видео. И сегодня в процессе моей готовки гречневых блинов будут появляться маленькие вставочки, видео известных людей. Которые, кстати говоря, представляют разные сферы человеческой деятельности. Я называю их, у меня сегодня будут «разночинцы». Так что, ребята, я начинаю готовить гречневые блины. А в процессе сам с выражением прочитаю одну из своих цитат. Значит, гречневые мои блины отличаются тем, что никакой гречневой муки. Я не чувствую вкуса в блинах, которые сделаны из гречневой муки, там в смеси пшеничной либо без. Я делаю по-особому. Смотрите, вот у меня гречка. Нормальная гречка. Я сейчас ее промою и поставлю варить такую не дико густую и не дико жидкую гречневую кашу. Я заливаю где-то сантиметра полтора воды выше, чем уровень гречки. Ну, я имею право ее присолить и дам немножко сахара. Вот это когда-нибудь будет в тесте. Ну, а пока сама база теста, чтобы не терять времени. Вот смотрите, у меня есть миска, у меня есть мука. Ну, тут вот такой стакан муки. Я люблю работать со свежими дрожжами. Вот у меня свежие дрожжи. Немножко. Ну, как немножко. Вы всегда, ребята, можете руководствовать со следующими соображениями. Если вы пользуетесь свежими дрожжами, то 3% веса дрожжей к весу муки. Поэтому, если, допустим, у меня 150 граммов муки, давайте посчитаем, сколько будет 3%. 1% это 1,5. 1,5 умножить на 3. Сколько получается, да? 4,5. 5 грамм дрожжей. Вот я и взял 5 грамм свежих дрожжей. Мука. Немного соли. Щепоточку хорошую сахара. Сюда же яйцо. Одно яйцо. И я сюда налью пока немножко молока. Чтобы у меня получилось пока тесто гуще, чем мне надо. Я почему это делаю заранее? А потому что уже дрожжи начнут работать. И я ускорю процесс, пока у меня варится гречка. Я вам должен сказать, друзья, что такое блины и что такое блинчики. Вот это разные вещи. Традиционные русские блины, они пеклись, не жарились в русской печи. Поэтому они толстые и дрожжевое тесто. А блинчики это тонкие изделия. Они, как правило, готовятся без дрожжей. Иногда с разрыхлителем, либо с содой. И они тонкие. Тесто для них делается жидким. Кстати говоря, вот такой типаж блинчиков есть, например, во Франции. Они называются Креп. Традиционные блины, они с дрожжами. И они будут у меня толстыми. Поэтому тесто не может быть таким уж жидким. Значит, вот это базовое тесто. Его перемешиваю. И пока у меня варится гречка, пока я еще с гречкой буду производить какие-либо манипуляции, мое тесто начнет бродить и насытиться, так сказать, газом. И будет хорошо поднято, разрыхлено для того, чтобы блины были внутри пышными. Значит, вот теперь я могу подождать. То есть сейчас у меня происходит очень простой процесс. Будет подходить тесто. Я уберу из него венчик. И варится гречка. Ну а пока позвольте мне начать сегодняшний флешмоб. И прочесть ту цитату, которую я оставил для себя. Я сейчас надену свои очки. И вот вам одна из цитат из моей коллекции. Это Антон Павлович Чехов. Его рассказ, который называется «Глупый француз». Половой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки с балыком и семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К великому удивлению Пуркоа он ел их спеша, едва разжевывая, как голодный. Очевидно, болен, подумал француз. И неужели он чудак воображает, что съест всю эту гору? Не съест и трех кусков. Как желудок его уже будет полон. А ведь придется платить за всю гору. «Дай еще икры!» – крикнул сосед, утирая салфеткой масляные губы. «Не забудь зеленого луку!» «Но, однако, уж половины горы нет!» – ужаснулся клоун. «Боже мой! Он и всю семгу съел!» «Это даже неестественно!» «Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть!» «Как бы он ни был растяжим, но желудок не может растянуться за пределы живота!» «Будь этот господин у нас во Франции, его показывали бы за деньги!» «Боже, уже нет горы!» Конец цитаты. «Ну, если вы не знаете, друзья, то это наблюдение клоуна французского, который зашел в трактир поесть и убил рядом с собой соседа, который вот так вот обильно ел блины и все прочее. Вот это наблюдение французского клоуна. Да, поэтому и рассказ назвал глупый француз, что он не понимал, как можно так много есть. Так что, друзья мои, а теперь ждите моих дальнейших действий и включений тех, кто любезно принял мое предложение записать цитату для сегодняшнего выпуска. Здравствуйте! Меня зовут Александр Друхи. И специально для YouTube-канала «Зона Лазерсона» я хочу вспомнить мое любимое описание масленицы. «О языческое княжество Москва!» Она ест блины горячими, как огонь. Ест с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, салфеточной, сачуевской, с кетовой, с сомовой, с селедками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с семушкой и с сишком, с балочком осетровым и белорыбьем, с тешечкой. И со ситровыми молоками, и с копченой стерлядкою, и со знаменитым сметком из Белоозера. Александр Иванович Куприн. Поезд юнкера. Ну вот тебе, Кёк Кебакин, ушки на манер бруссельских. Французы их называют крэп, потому что носят их на шляпах в знак траура. А эти не черные, а светлые. И в печи подрумянились. Видишь, как капает с них маслица. Так будет и с твоим пузом. Я не голоден, сказал монах. А съесть придется, ответил ламы. Подумай, ведь это не ржаные, это ушки крупичатые, из чистой пшенички, отец мой. Отец, вы толстопузи, это цвет пшеничный. Отец мой о четырех подбородочках. Вижу, вижу, растет у тебя пятый. И радуется мое сердце. Ешь. Оставь меня в покое, толстобрюхий, ответил монах. Ну вот, ребята, смотрите, гречка сварилась. Тут, не знаю, 16 минут. Вот она готова, видите, она такая, смотрите, какая рассыпчатая, но такая влажная весьма. Вот тесто, я его под пленочкой пока держал. Оно еще заметно не бродит. Но мне сейчас это не важно. Сейчас смотрите, что будет. Вот я ставлю в миску с тестом. Прямо вот так горячую гречку. Смотрите, одна столовая ложка, две столовые ложки, три столовые ложки сюда. И теперь блендером я все это разобью. У меня вареная гречка войдет в тесто. Это не мука гречневая, она хуже работает. А вот это шикарный способ. Смотрите. Видите, вареная гречка в тесте разобьется в пюре. Заодно она мне сейчас согреет тесто, и тесто уже мощно начнет быстро подниматься. И тогда я начну печь блины. Обратите внимание, не жарить блины, а печь. Мы из уважения к русской печи, в которой всегда готовились блины, формально их жарим, но говорим печь. Вот это класс. Вот я сейчас, ребята, тесто снова закрываю пленкой и поставлю его в теплое место, чтобы оно снова хорошо завелось. И тогда можно будет работать дальше. Специально для канала «Зона Лазерсона». Антон Павлович Чехов. Ну вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Семен Петрович, рискуя жечь пальцы, схватил два верхних самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Подтыкин приятно улыбнулся и кнул от восторга и облил их горячим маслом. Зосим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной. Осталось теперь только есть, не правда ли? Но нет. Подтыкин взглянул на дело рук своих и не удовлетворился. Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку. Потом, уже млея и задыхаясь, вернул оба блина в трубочку и с чувством выпил рюмку водки. Крякнул, раскрыл рот. Приятного аппетита! А блинков, сказала хозяйка. В ответ на это, Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил рот. А губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его бричку. Настасья Петровна тут же послала Фитине, приказавши в то же время принести еще горячих блинов. У вас, матушка, блины очень вкусные, сказал Чичиков. Принимай за принесенные горячие. Да, у меня-то их очень хорошо пекут. Николай Васильевич Гоголь, мертвая душа. Ну вот, друзья, тесто поднялось. Значит, я сейчас буду печь. Но, смотрите, ввожу в тесто растительное масло. Сравнительно хорошо. Я сейчас перемешаю. Тесто остается воздушным все равно. Под первый блин я немножко масла наливаю на сковородку. Я, кстати, не буду делать весь диаметр. Я буду делать диаметром блины чуть поменьше. И моя подача. Как я люблю есть блины? Ну, понятно, там икра, вот это все, это все мы знаем. У меня есть яичный соус к блинам. Вот смотрите, как все просто. Кусочек масла параллельно, да, пусть он пока растапливается вот здесь, в соседние мисочки. А вот я сейчас буду делать первый блин. Вот, видите, я не буду, повторяю, что я не буду их делать по всему диаметру. Вот, это будет мой формат. Значит, маслице у меня растапливается. Сейчас я его чуть-чуть присолю. Сейчас возьму лопаточку, может, силиконовую даже, да. Вот так переворачиваем. Вот, посмотрите, какой хороший блин. Значит, масло растапливается. Я сейчас потише его сделаю. Яйца. Пока опекутся блины. Вот, смотрите, я нарублю вареные яйца. Значит, яйца в масло. Это где-то похоже на польский соус, да, ребята? Только здесь без лука. Вот яйцо со сливочным маслом. И сюда немного укроп. Вот это шикарный такой, знаете, соус-подливочка такая густая к блинам. Икру, хотите, повторяю, пожалуйста, селедку, пожалуйста, все, что хотите. Вот это моя версия. Вот первый блин. Я сейчас наливаю второе тесто. И вот так его распределяю. Надо всегда наливать тесто в середину сковородки. Вот яичный соус мой к блинам. Друзья, всем привет. С вами Константин Ивлев. И специально для Зоны Лазерсона. Из рассказа о Генри. Пемецкие блинчики. Я могу сделать ошибку, но в целом. Отпусти-ка мой воротник, говорят дедушка Эмсли. И я расскажу тебе. Да, похоже на то, что Джексон Птица малость тебя одурачил. На следующий день после катания с Уэллы он снова приехал и сказал нам, чтобы мы остерегались тебя, если ты вдруг заговоришь о блинчиках. Он сказал, что однажды у вас в лагере пекли блинчики, и кто-то из ребят треснул тебя по башке сковородой. И после этого, мол, стоит тебе разгорячиться или взволноваться, рана начинает тебя беспокоить, и ты становишься вроде как сумасшедшим и бредишь блинчиками. Он сказал, что нужно только отвлечь твои мысли и успокоить тебя, и ты не опасен. Вот так вот, друзья мои, читайте классику. Вот еще один блинчик. Ну, я штучки 3-4 отпеку. Неправильно говорю, да, не блинчик, а блин, потому что я пеку блины. Сваливаемся мы часто в это словцо. Блинчики, да. Как вам цитаты, ребята? Как вам актерское мастерство тех, кто откликнулся на мой призыв? Вот так. Теперь мы их положим уже на тарелку для подачи. Блины, конечно, можно подавать и в стопочки, да, тогда они, наверное, больше эффективнее сохраняют тепло. Вот так. Этот я буду пробовать сейчас сам. Я вот так нанесу в серединку яичный соус. Его можно подать отдельно, это уже как кто решает для себя сам. А я сейчас вот так вот на ваших глазах возьму вот так вот блинчика кусочек, так вот положу себе яичный соус, вот так вот сверну. Ну, нежный воздушный блинчик. Гречка мягенько приходит по вкусу, по-своему. Да, тесто нежное абсолютно, да. Такой цвет немножко более темный внутри от гречки есть. В общем, остановиться тяжело. Блины, конечно, это символ солнца, это символ будущей такой сытой жизни. Сами можете почитать про блины. Я думаю, что и цитаты, приведенные к сегодняшнему выпуске, вам помогли осознать, что же такое блины. Так что давайте печь блины, давайте не забывать о своих традициях, потому что это очень важно и вкусно. Зона Лазерсона, подписка, лайк, делитесь видео. До встречи на этой кухне. Пока!